всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии кто еще не подписался подписываемся и будьте счастье касатик игру еще раз пересмотрел уже спокойно без нервика в общем-то первые впечатления самые правильные может быть обманчивые конечно может быть и такая была рваная игра конечно и мяч ходил хорошо я заметил то есть как-то даже после ударения наполи не то что как-то спартак успокоился какая-то непонятная перестройка до произошла я заметил что после этого момента очень хорошо ходил мяч катали очень открывались в зоны и такие вот вертикальные пасы то есть немножко так удивительно не сказать что наполи так слабо играл просто спартак стал хорошо играть а также по поводу удаления если общую сумму посчитать то удалили его на 30 минуте а куфрия там на 82 да плюс там добавленных 10 минут к первому тайм и ко второму то получается что в общей сложности наполи играл в большинстве всего один тайм а тайм была равная игра или даже больше так что тут говорить о каком-то там везении или что-то совершенно тем более удаление там такое явно и пенальки правильно отмененные и вот итальянские газеты даже самая солидная авторитетная итальянская газета дала серы газета дала спор такие не желтые газеты отметили судейство этого словака правильные все и там отмененный гол когда этот монолас грек конечно там было вне игры в общем все как говорится по чесноку все правильно игра нашей команды конечно для меня до сих пор является ребят шоком я просто не могу до сих пор отойти вот уже второй раз пересмотрел буду третий пересматривать потому что такой матч конечно просто выдающийся вот ну как говорится знаем в футболе мелочей не бывает знаете вот это может так по капельке вода камень точит вот так сложилось что вот руй витория сказал на пресс-конференцию не пришел на день итальянский журналистом да предматчивает переводчик там опоздал такое отношение а спалите перед матчем подошел к скамейке спартака и спрашивает кто у вас тут тренер он даже знал что руй витори а тренер вот ну это не то что такое отношение знаете итальянское там типа как наши эти лица некоренной национальности по пальто не надо там да но это все может быть и сложилось и не не за это что ребята закусили у делан может быть как-то все но вот в елочку какой то вот этот пазл сложилось вот это все конечно придало вот этот стимул ну и плюс к тому что состав так как сыграл руй витори а из кого было выбирать ребят все на все на травмах сидят то есть он выставил максимальный состав и максимальные вот эти замены которые тоже были возможны и смотрите, второй матч нет Ларсона и вторая победа, я не знаю, как говорит один известный там пропагандон совпадений, не думаю, может она там правда ему что-то там шепчет, а она же может и Соболеву шепчет, там Соболев не забил там гол четвертый явный после паса Ломовицкого хотя пас дал там на гол тоже, да, у меня уж такие тоже теории заговора, все равно как бы матч победный, но вот все равно какие-то косвенные признаки, да не знаю, может у меня уже маразм старческий но все это, и опять же к составу который Руи Витория поставил, да вот он выпустил Игнатова на замеру, смотри, сколько он там сыграл Игнатова в этом сезоне 5 минут со Фойстер, 5 минут со ССК, 10 минут он выпускает и он кладет так гол в угол Егор Титов забивал по такой манере, помню, многие голы, очень зрячий мастерский гол на противоход вратарю вот он выпустил, потом Ломовицкого выпуска которого я не переварю, видите, то Ломовицкий давал пас Соболев, обязан был забивать четвертый, хотя все равно Ломовицкий ужасно сыграл, как и Соболев я тоже считаю, несмотря на голевой пас этого Соболева, да потом он этого самого Бакаева там в конце уже снял как Бака пропустил мяч когда забивал гол, пропустил мяч Игнатова там просто мастерский там пишут, как Бакаев плохо сыграл такой пропуск, это чисто Спартаковский, Спартаковская вот такая вот школа, да, еще другие такие моменты когда наши в конце там отбивались вот это вот, потолкались там Джики с Промисом ну да, там было видно еще когда вот этот, последние 96-й минуте они подавали вот этот навес штрафной когда чуть-чуть там гол этот пробел Итальяне с головой так Джики оттолкнул, так руками Промисы немножко, чтобы он там в стенку становился там, а Промис нет и после матча они опять потолкались там немножко, ну что, ну бывает разошлись, тем более мы помним, когда еще Промис сыграл в Севиле и в Аяксе были с ним интервью, спрашивали с кем вы переписываетесь из команды он сказал, что Джики, Джики мой лучший друг я переписываюсь, и помните эти мемы Джики, который кричал Промис где-то там на Спартаковском официальном сайте, конечно они друзья там ну бывает это, разгоряченное такое что-то там, Джики на правах капитана конечно имел право напихать так Промису, и что тот не встал ну а Промис такой, ну все равно видите, два гола забила дубль смотрите в Еврокубках, он как Севиле 2, Зейв 2, то есть все эти там хейтеры, которые Промис не тот посмотрите мои старые ролики я все равно говорю, что он еще очень пригодится еще очень много пользы принесет как и Мозес, они два топовых игрока которые делают разницу, вот смотрите непростой матч Еврокубки и Промис, и Мозес, почему Промис имеет у нас там титул и топовый игрок был в Аяксе и Севиле, Мозес имеет титул игроки, которые же повидавшие имеющие титул, которым сам черт не брат вот они как вытянули, тут на их фоне конечно и молодежь, там Умяров Игнатов, ну там, Бакая с натяжкой конечно можно назвать молодым, там как и Соболева вот, как-то все сложилось такой пазл, видите, и произошло тем более посмотрите турнирную таблицу чемпионата Италия, там Наполе два пропущенных гола, всех там рвут там, они не основывали ну как этот нигеринс Асиех вышел во втором тайме как он рвал и гол забил он со второго тайма вышел в 46 минуты команды, где игрок такой, как Дрис Мерсонс там выходит на замену это топовый корректив, у них лавка такая бомбовая они, может быть, в общем как горькие европейские команды за много лет они под топами но сейчас, на данный момент, они топ как Бавария, как Сити, как Челси как Барса, там, как Реал как все вот эти топы, вот так что, конечно, победа знаковая тем более Спартак там, 66-го года как мы играем в Европлубках никогда официальный матч на Пенинах не выигрывал в Спартак, вот только были там, помню, Сталанты Бергаму 0-0, еще какие-то там Интеру проигрывали все время там Милану проигрывали 0-4, а 1-1 было с Миланом еще, да ну вот, как-то, ну, с Напарой там 0-0 а побед не было у нас никогда вот, поэтому, конечно, это знаковая победа и пускай там большинство, меньшинство это все футбол, это все правильно в этом и прелесть футбола и, конечно, эта победа войдет в аналы и Руи Витория войдет в аналы это знаковая победа вот так, знаете, как со Спартаком вот смотрите, мы на 8-м месте сейчас идем, да в чемпионате я вот вспоминаю 72-й год, для меня до сих пор, может, все равно самый великий матч в Мадриде у Атлетика выиграли мы 4-3 и тогда мы тоже шли на 8-м месте а Атлетика в Мадриде тоже тогда был лидер чемпионата Италии тогда вот немножко похоже был счет 4-1 мы вели а Папаев бил пенальти, не забил, пробил над верхней девяткой должно было стать 5-1 и Атлетика в Мадриде 2 забил Галат 4-3 вот немножко похоже и потом вспоминается 75-й год матч в Кёльне когда Прохор взял пенальти и Андреев уже обоих нет, с нами обоих вышли Андреев забил со штрафного 1-0 выиграли а мы тоже там шли на 8-м месте а Кёльн был лидер Бундеслиги и в Кёльне играл капитан сборной ФРГ и капитан Кёльна Вольфганг Оверат он пенальти не забил и Хельсенбайн это была топовая команда вот, когда много лет прошло там почти 40-50 но все равно какие я не знаю как это переходит даже, наверное, игроки не знают об этих матчах тем более Руи Витория не знают вот и потом видите, как Спалейти спылил там бросился к скамейке ну, конечно, помощник Руи Витория вот так показывал это немцы показывают так называется, когда что Квачин не говори глупостей это может в Европе известно конечно, это в Европе вспыляет он спылил там, Спалейти тоже стали толкаться там, что-то потом он подошел Игнатова обнял конечно, Спалейти было неприятно там и можно все, что угодно там, на судью говорить заслуженная победа и все над сильным наполем над основным составом конечно, ребят просто я не могу сказать там, да я готов там и сто раз извиниться за свои там говно прогнозы и все если так будет и дальше идти конечно, там можно будет только говорить о команде и забыть этих наших так, владельцев если все будет хорошо идти будем выигрывать и выигрывать титул я вообще о них забуду навсегда а если будем так проигрывать и все ничьи там будем идти плохо то буду их постоянно вспоминать я жесткий прагматик для меня главный результат вот остальное все это так когда плохо значит плохо а когда хорошо хорошо вот так же принимайте мои мнения или неприниматель такой, какой есть старый пердумы подпевала а что касается других матчей в Еврокубках вот вы видели там Локомотив после матча выступления Баринова там Смолова да такие потухшие были ребята конечно, Лацио Лацио сильно сыграл и не дал ничего создать Локомотив видите конечно, и Никорич я много раз говорил там у меня продал душу дьяволу что ли вот вспомните матчи весной того года только когда они 6-1 проиграли Зениту вот с Марселем тоже вроде так все 1-1 а тут ну как говорится Лацио сильнее просто Локомотив не было такого у них фарты не забили и все Лацио конечно заслуженно выиграла и показала что она сильнее Локомотива хотя может где-то надеялись что Локомотив ничью зацепит но посмотрим там у него есть хоть Галатасарай лидер группа я думаю какие-то может быть шансы остались Локомотива с турецкими клубами то можно играть может Локомотив там с Галатасараем удачно сыграет вот так что думаю что шансы есть еще там Локомотива на третье место пройти в Лигу конференции а может даже и на второе ну касаемо Зенита который выиграл у Мальми там 4-0 и Зенит там доигрывал матч в большинстве могли больше забить но что говорить Мальми может быть не сильно ну как в Лиге чемпионов нет слабых команд вспомните матчи нашего Спартака с Морибором мы два раза Морибор не обыграли по 1-1 сыграли а Зенит обыграл Мальми 4-0 мы помним команда где когда-то Златан Абрагимович начинал вот ребят ну 4-0 это крупный счет и такая победа пускай даже там не знаю а как мы посмотрим что Мальми сыграет с Ювентусом с Челси может отберет у них очки тоже непонятно здесь и Зенита сейчас два матча с Ювентусом я думаю шансы есть у Зенита не знаю там ну на одну очку думаю точно есть шанс у Зенита где-нибудь там в Питере или в Турине потому что Ювентус хоть и в чемпионате Италии не идет там на первых местах но Ювентус ребят это и есть Ювентус это топ команда несмотря на то что Криштиану в ней больше не играет вот эти два матча Зенита покажут а так с Мальми конечно хорошо сыграли и забивали голы просто придавили Мальми хотя в первом тайме мы помним Мальми атаковала у Мальми тоже были моменты вот так наши клубы в Еврокубках видите так и Спартак и Зенит выиграл и Локомотив проиграл но все равно какие-то шансы у всех остаются два тура всего прошло посмотрим как оно дальше будет развиваться ну вот как-то так короче друзья я рад и счастлив вот очень победа еще буду третий раз смотреть потому что победа это войдет конечно в историю несмотря на то как Руи Виторий сезон закончат и Спартак этот матч будут пересматривать это знаковый матч я надеюсь что он даст толчок ребятам вперед вот игра с Ахматом надеюсь что команда как-то там не знаю объединится воспрянет и показала что можно играть там Понса конечно здорово не знаю что там с Понсом можно и без Ларсона играть там и Соболев на замену без этих всех звезд без Зобнина которые тачку водят два года вот вышли там Умиаров Бакаев в скобочках молодой там Игнатов на замену Промес такую масть провел Мозус вот эти так Промес с Мозусом будут играть в РПЛ конечно ребят они в РПЛ одни из сильнейших то он как говорится будет нам счастье касатик вот как-то так всех люблю обнимаю подпишемся на канал ставим лайки комментарии до новых встреч в эфире